Утром 2 января Татьяна шла через безлюдную посадку на завод. До работы оставалось буквально несколько метров. На улице уже было светло и на одинокого прохожего женщина не обратила внимания. Как она потом рассказывала нам, что он, этот хлопец, когда она шла на работу, шел на встречу. И несподеванно, колоком сильно ударил ее в облице, повалил на землю и начал душить. Он говорит, что тебе нужно, а он ее душит и душит. Свидетелем нападения стал Александр Денисенко. Он работает охранником на том же заводе. Рассказывает, услышал лай собак и крики о помощи. Подумал, что на женщину напали бродячие животные. Когда подошел ближе, увидел свою сотрудницу в крови и грязи. Где-то вот тут на этом месте он ее повалил и давал ее душить. Из-за деревьев оно не видно было ничего. А когда я уже ближе подошел, тогда он, видно, меня увидел, поднялся и пошел в ту сторону. Нападавший уходил не спеша, говорит Александр Денисенко. Потому он и не подумал гнаться за незнакомцем. Когда узнал, что случилось, с другими охранниками обошел окрестности. Но злоумышленник успел скрыться. Поисками уже занялась милиция. Потерпевшей выдано направление на прохождение судебно-медицинского свидетельствования. Сотрудниками Рженикизовского райотдела проводится ряд иных оперативных мероприятий, направленных на восстановление личности неизвестного мужчины. По результатам проведенной проверки и результатов судебно-медицинского свидетельствования будет принято решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Охранник завода утверждает, за прошлый год неизвестные нападали на женщин пять или шесть раз. По одному сценарию. Но в милиции не подтверждает, что охоту на женщин ведет один и тот же человек. Сейчас Татьяна продолжает лечение дома. У нее травмы головы, ушибы тела и отбиты ребра. Кроме того, женщина до сих пор не оправилась от шока, потому и не захотела общаться с журналистами. Евгения Дашкевич, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».